Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Для тех, кто не знает, меня зовут Славян, Настенька, Родион и где-то там Артёмка. И сегодня выпуск, который вы просили в комментариях, даже писали в Инстаграм в личку. Погуляйте по центру Адлера и покажите, как тут. Вот мы в центре Адлера и будем с вами гулять по самой центральной улице, по улице Ленина. Начнём отсюда, где мы находимся, улица Кирова 23. Недалеко у нас за спиной тут море, буквально в метрах ста. Пойдём с вами прямо по правой руке, у нас будет комплекс мандарин и дойдём мы с вами до комплекса торгового апельсина. Давайте начинать. Перед просмотром обязательно подписывайтесь на канал, ставьте жильный лайк этому выпуску и делайте репост в свои социальные сети. Именно репост помогает развитию нашего канала. Приглашайте на канал как можно больше своих знакомых и будем вместе смотреть Сочи. Погнали! Итак, ребята, давайте начнём с вами наше путешествие по центру Адлера. Вот это улица Кирова, дом 35. Мы сюда приехали сейчас не просто так, ещё по делам. На моей экшн-камере очень плохо стал записываться звук. Я нашёл тут сервис. Соответственно, сейчас сюда зайду, отдам камеру и мы с вами дальше продолжим. Что касается тут парковок, блин, полная задница, ребята. Мы вот еле нашли парковку. Вот с этой стороны можно парковаться, вот как в принципе все стоят, да, припаркованные. А на той стороне нельзя, работает эвакуатор. Неважно, какой день недели, здесь всегда всё забито. Так, здесь какие-то гостишки, маленькие отельчики, магазинчики, какой-то памятник осьминогу. Кирова, 28. Вот так это выглядит. Не знаю, что это такое. Сделано из дерева. Смотрится, конечно, вообще огонь. Так, ладно, идём дальше. Есть нотариальная контора, может быть, кому-то что-то и будет нужно. Так, друзья, мы с вами перешли на эту сторону, потому что мастерская находится именно на этой стороне. Ну, здесь тоже, видите, много всяких кафешек. Растут шикарные деревья. Мне вообще эта часть Адлера нравится, потому что она зелёная. Если меретинка, она какая-то вообще пустая, там нет никаких особых растений, да, то здесь вот можете заметить, да, огромнейшие кипарисы вдоль дороги. Смотрится это бомбически. Когда ездишь на машине, конечно, это всё не видишь. А когда идёшь гуляешь, да, вот как мы сейчас с вами, это смотрится вообще просто великолепно. Обожаю кипарисы. Я когда первый раз увидел, думаю, блин, что это за ёлка такая, у которой ветки вверх растут. Ну, классно вообще, дерево вообще потрясающее. Так, здесь заборчик за заборчиком налоговая. Может быть, кому нужно. Вот, знаете, налоговая находится вот здесь вот в центре Адлера на улице Кирова. Давай ручку, Родион. Руку давай. А нам нужно здание 37, Кирова 37. Вот тут это находится. Сейчас мы тоже туда пройдём и будем отдавать мою камеру. Я очень надеюсь, что её сделаю. Что, ребятки, я камеру отдал, дай бог всё будет хорошо, её починят. И я продолжу записывать влог на камеру. Давайте с вами продолжать. За моей спиной вот по левой руке находится, вот так вот сделаю, мои документы. МФЦ. В общем, вот кому нужно, да. Мало ли. Так, здесь есть зверята, символы Олимпиады. Вот они, мои документы. Мы в полном составе. Такая, да, получается, фотозона. Сейчас, наверное, наши начнут проситься сфотографировать. Ну и дальше будем с вами двигаться по Адлеру туда, в ту сторону, налево. А по правую руку у нас как раз будет рынок там Адлерский и комплекс мандарин. А здесь я хочу вам ещё показать, что есть вот такие вот огромнейшие шикарные пальмы. Я их вообще называю майамские. Как в Майами, да, вот на берегу. И сочетание с высоченными широкими кипарисами. Так, вот ещё есть тут забивака. Очень красиво всё высажено. Высажена вечерочком здесь, конечно, подсветка. Всё выглядит ещё красивее. А когда светит солнышко, так вообще кайф. У нас, кстати, погодка немножко подпортилась. Идут дождики. Сезон какой-то дождей. На улице прохладно. Видите, вот мы все в шапочах. У Настенька по особому поводу мёрзнет. Ей можно. Ну и шикарнейшее дерево. Вот такая вот тут высадка. Наверное, здесь ещё как-нибудь всё распустится. Вот эти кустики. Цветочки, всё ухоженно, всё красиво, всё хорошо. И в ту сторону у нас Адлер. И, наверное, вот именно то, что вы просили показать. Сейчас сами увидите своими глазами, ребята. Я снимаю всё для вас, от вас. Прошу всегда поддержки, репостов. Ну, сами, в общем, всё знаете. Блин, как я кайфую от этих кипарисов, а? Да, вообще кайф. Вот тут всякие разные торговые центры. А в ту сторону, как я говорил, вот мандарин. Родион, стой. Так, вот он, этот сквер. Вот так он выглядит с другой стороны. Высадки. Видимо, всё уже готовится к 9 мая. Не знаю, может быть, здесь это всегда стыд. Я почему-то сколько езжу, не обращаю внимания никогда на это. Да, очень чисто, очень аккуратно. Ездить по этой улице особенно приятно, да, потому что относительно даже Москвы, там всегда всё серо. А тут вот эта вся история вечно зелёная. Огромнейшие кипарисы, какие-то ёлки, непонятные деревья. И вот ещё один такой памятник дельфинам из дерева. Прям из дерева выстрелил. Классно. Вообще зачёт. Ну и пошли какие-то дома. Снизу палаточки. Во, мандарины растут. Или что, это апельсины? Прикольно. Дай, смотри. Апельсины растут, дай. Апельсины. Это же не мандарины. Мандарины уже отошли. А вот апельсины, походу, нет. Прикольно. Давайте поближе подойдём и попробуем так поснимать. Да, тандоринки, ребята. Ребяточки, ну, коль нас ждёт с вами такая достаточно долгая прогулка, мы вот заглянули вот в эту вот кафешку. Там бабуля печёт сама булочки. Видимо, она втором уже живёт. Там же и печёт. Судя по виду, они такие нормальные. Мы сейчас тоже будем идти, жевать в микрофон. Но вы, может быть, тоже, коль вечерком смотрите, вливайте чаёчки. Давайте продолжим гулять по адлеру. Так, ребятки, какие булочки мы купили? Давайте тоже вам расскажу. Настенький чебурек в детворе с творогом. А мне что-то какую-то непонятную. То ли с яблоком, то ли с смородиной. Так, сегодня, видите, грязновато в городе, потому что у нас идут дожди. И, видимо, вот так всё подмывает. Улица Ленина к вашим услугам. Дом 27, да, как ориентир. Блин, ну эти большие кипарисы посреди дороги, это, конечно, вау. Да и в целом, вообще, вот так живёшь, вроде даже затянута, да, серость тоже такая. Но зелёные растения, особенно пальмы, они не дают вообще унывать и ловить какой-то настрой серости нет. Всегда смотришь и наслаждаешься, и кайфуешь. Так, что тут у нас? Ну, кафешек, да, кафешек вообще, в принципе, всегда очень много. Здесь усыпан Адлер кафешками. Адлер, давайте попробуем. На, держи, пробуй. Нифига ты попробовал? Пол булки съел. Вот это попробовал. Папа, а я с какой? С яблоком. Так, вот ещё улицы. Значит, Свердлова прямо, Ульянова налево или направо. Не хочу, Родион. Кто-то мне писал, что дойдите до Свердлова. Ну, сейчас вместе с вами дойдём, посмотрим, что за улица. Интересно мне, значит, стало. Так, мы перешли, и здесь такой прям гостиничный уже райончик здесь. Гостевые дома, либо отели, как их можно там назвать, не знаю. Кто в них отдыхал, пишите, как вам. Ну, я не знаю. Снять себе номер с видом на жилой дом. Мне кажется, это не прям как-то правильно. На той стороне, вы можете заметить, очень-очень много палаток. Чё только нету. Книги, спорт, детские игрушки, одежда. В общем, всё-всё-всё подряд. Так, ну и здесь получается вот такая а-ля парковка. Прямо на тротуар. Беда всех городов России. Слушайте, достаточно большая линия палаток. Вообще, это называется... Сейчас я вам скажу. Торговый комплекс. Славутич. Во, Славутич. Почти как моё имя, да? Славутич. Вот. Я там ни разу не был. Мы там ничего ни разу не покупали. Кто был? Пишите, пишите в комментах. Ну, здесь тоже, вот видите, всякие палатки. Вот пошли такие двухэтажные адлерские постройки. На втором этаже даже вот балкончик присутствует. Видите, как интересно. Всё очень убрано. Можете, да, заметить, мусора, в принципе, нигде нет. Ну, за исключением, вон, типа, фантика, да, от конфеток. Очень хорошо всё выстрижено. Мне нравится, когда ухаживают вот за этими кустами. Их выстригают. Так, а вот улица Свердлова пошла налево и направо. Давайте я вам покажу, что это за улица. Так, очень интересный скворечник для птиц сделали, да, классный. Так, вон. Ну что, я не знаю, там жилой дом и также палатки-палатки. Так, она, получается, вот туда уходит Свердлова и чуть прямо и налево. На, Родион, на. Палатки с экскурсиями. Несколько идём, все открыты, а вот эти вот почему-то закрыты. Так, ты куда залез, Родион? И вот Свердлова пошла. Вот эти вот постройки. Адлер стайл, я их называю. С тряпки на балконе, да. Ладно, мы с вами будем двигаться прямо. Так, перешли мы улицу. Дальше двигаемся по Ленина. Ну, здесь всё то же самое. Вот парковки, парковки, какие-то гостевые дома, отельчики. Не знаю, на первых этажах всевозможные палатки. На той стороне, в принципе, то же самое. Юрий скрадывает всю эту адлерскую архитектуру, если её так можно назвать. Это только вот эти кайфовые деревья. С этой стороны лысые, с такими колючими шариками. Напишите, как это дерево называется. А на той стороне, конечно, это какие-то ёлки и кипарисы. Да, выглядит это, конечно, клёво. Я сейчас про сей, я не про отели. Так, вот территория какого-то Надежда. Отель Надежды, три звезды. О, как. Так, кто отдыхал в Надежде, три звезды? Welcome в комментарии. Пишите, как вам. Может быть, кому-то перед летом пригодится. Ну, что сказать. Я не знаю. Я обычно тут, мы как-то проезжаем так быстренько. Я особо головой за рулём не крутил. Ну, не знаю, адлер как адлер. Мне кажется, с адлеру какой-то весь такой вот таких непонятных домиков. Из раздела я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и сдала. На сезон. Вот. Вот так, ребята. Всё это выглядит. Вне сезон, межсезонье. Да, я думаю, здесь летом, конечно, все ходят, бродят. Протолкнуться невозможно. Вот уж какой-то отель. Тоже три звезды. Shine как-то называется, не знаю. Правильно, неправильно я прочитал. Напишите в комментариях. И, конечно, кто в нём отдыхал, пишите, как вам. Ну, когда вы пишите в комментариях какой-то отзыв об отеле, да, там, понятный, то многим людям вы этим поможете. Я в свою очередь прогуляюсь, покажу, как здесь обстоят дела на улице, а вы поддержите канал комментарием и дадите определённую пользу для других людей. Ничего. Так, а вот мы с вами подошли уже к отвороту на улицу Калинина. Ну, туда уходит улица Калинина. Здесь, я так понял... А, это санаторий Южное Взморье. Так, улица Калинина. Туда Адлер, откуда мы пришли. И вот он, вход в этот санаторий. Так, кто отдыхал в этом санатории, тоже, конечно, пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, как там отдых, как возле него пляжи. Рассказывайте, будет очень-очень интересно почитать. А у нас, тем временем, пошёл мелкий дождь. И не знаю сейчас, насколько нас, ребята, хватит, но я надеюсь, что всё будет хорошо. И мы с вами всё-таки дойдём туда, куда запланировали. А пока, наверное, чуть переждём вот под такими деревьями. Они у нас будут сейчас вместо зонта. В общем, весь этот санаторий спрятан вот за таким высоким забором, что даже не посмотреть, что там находится. Как говорится, да, на поднятую руку. Так, мы продолжаем с вами идти. Дожди, конечно, это неприятность. Ну, ладно, нас пока спасают, говорю, вот такие вот деревья. Под ними, в принципе, сухо. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, дошли мы с вами до такого перекрёстка. Прямо Сочи, улица Взлётная. И лево-право это улица Ромашек. Так, что у нас с вами здесь есть? Блин, пальмы какие-то неяркие стали. Видимо, из-за холодов, которые здесь были, из-за снега, который упадал. И вот реклама уже Сити Плаза торгового центра Кирова, 58. Сейчас доберёмся с вами туда. Так, а впереди у нас парк. Парк культуры и отдыха. Кстати, мы тоже там никогда не были, только вот всегда как-то рядышком, всегда проезжали. Сейчас попробуем зайти с вами вовнутрь. Так, ну что, вот он парк. Давайте я покажу вам схему небольшую. Вот какие здесь есть аттракционы. Но сейчас он не вов функционирует. Во-первых, потому что, ребята, пошёл дождь. Но, в принципе, территория большая. Давайте по традиции. Кто здесь был, как вам аттракционы. Пишите, как, особенно если вы здесь были с детками, как деткам. Пишите, пишите в комментариях. Очень-очень будет интересно всё это дело почитать. Так, в общем, ребята, мы вернулись на дорогу. Да, как говорится в навигаторе, и вы вернулись на маршрут. Вот эта улица, часть этой улицы, мне особенно нравится. Посмотрите, здесь просто вот эта кипарисовая аллея. Вот это что за деревья срезанные, не знаю. Кто знает, тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Аттракционы, вот, большая часть, они сейчас не функционируют. Возможно, летом всё будет работать. Сколько здесь катались, всегда думал, надо здесь как-то прогуляться. И вот вы меня сподвигли на то, чтобы погулять здесь. Единственное, что, конечно, нам сейчас не повезло с погодой. Идёт дождь. И вот, снимая для вас кондентик, вы сидите вот в тепле. Возможно, ужин, или, возможно, просто перейти чаёчек. А я иду мокну. И все мои идут. Тоже мокнут. Ну, ладно. Что, как говорится, не сделаешь ради контента. Ну, и погода такая, конечно, тоже погода. Тут плохой погоды не бывает. Поэтому гуляем в дождик. Блин, слушайте, я не знаю вот кому как, но вот этих кипарисов, вот этой аллеи кипарисовой, я вообще в восторге. Вот, говорю, сколько проезжаю, всегда аж вау. Особенно первый раз, когда я здесь оказался на машине, видеть кипарисы. Это вообще, это... Это очень классно. Так, и здесь, значит, за парком идёт футбольное поле. Там вот сейчас можете увидеть, идёт тренировка. Ребятки, ну вот такой вот Адлер. Мы, в принципе, с вами подходим к такой развязке. Дальше развязки не пойдём. Возможно, сейчас издалека мы увидим этот апельсин. Вот, мы будем возвращаться, потому что мне уже позвонили сервисы, сказали, что камеру сделали. Пойдём забирать и проверять. А вот по правую руку, да, вы можете заметить, что тоже такой частный сектор. Я жду, жду. Частный сектор. Здесь, возможно, снимать жильё. Кто снимал, тоже пишите, делитесь обязательно своим опытом в комментариях. Это всегда ценно и всегда приветствуется. Слушайте, ребятки, ну дождик у нас прям расходится, расходится. Вот прям мы прям намокли, я своих даже отправил, чтобы они пока шли к машине. Мы с вами по-быстренькому давайте ещё прогуляемся, ещё посмотрим, что здесь, немножечко домокнем, а потом я, конечно, своих догоню, и мы завершим с вами выпуск. Я не знаю, вот, не знаю, какую точку экрана сейчас смотрите вы, но я просто не отвожу глаз от этих огромнейших кипарисов. Мне это настолько нравится, блин, как этот. Повторяю, 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 повторяю эту фразу. Ну, мне вообще заходят эти деревья. Класс. Вообще мы такая семья, мы очень голодные на море, голодные на тепло, голодные на зелень, потому что где вот в Москве мы жили, у нас там вообще не было высадки, там просто в поле понастроили этих каменные джунгли, и всё, ни деревьев, ничего. И мы как бы на зеленуху, но это всё очень сильно голодное, тем более на такую тропическую, да, там пальмы, кипарисы. Класс. Ну вот, ребят, вот справа в это всё, это частный сектор. Ничего, как говорится, интересного. Здесь начались интересные кусты, так, извините, сейчас я вас протру. Капля попала. Очень красиво пострижены, вот квадрат, вот шар, там дальше вот ещё один квадрат с белыми какими-то... Что это, цветочки, лепесточки, не пойму. Ну, а с той стороны, да, через дорогу, видите, вот это... Ну, я не знаю, простите, коренные адлерцы, но без... Не очень красивые, короче. Не очень красивые постройки, да, вот так вот мы мягко скажем. Кто во что вообще узкие, широкие, старые, не знаю. В общем, пишите своё мнение тоже в комментариях, как вам та часть. Вот, смотрите, мы сейчас с вами подошли уже к этой развязке. Вот он, щит. Направо как бы Джугба, дальше улица Ленина и центр Сочи. Вот за вот этими постройками, вот за вот этими постройками находится как раз этот апельсин. Мы туда не пойдём сейчас переходить. Разошёлся дождь, может быть, с вами, если выпуск поддержите, репочнёте лайком, лайком подкрепите, то в каком-то из выпуски в хорошую погоду погуляем вон в той части адлера. Давайте так с вами договоримся. Поэтому, поэтому я развернулся, иду в сторону машины забирать камеру, догонять своих. Я с вами прощаюсь, с вами был канал Семья на чемоданах. Если не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ребята, в конце выпуска я хочу вкратце вам рассказать. Мы живём там, где мы хотим жить. У нас нет никакой недвижки, мы в поисках идеального места. И вот сейчас зимуем в Сочи, были здесь осень, зиму. Сейчас настала весна, проживём здесь ещё весну. Посмотрим, как здесь, да июнь, и мы тут. Подписывайся обязательно на канал. Приглашай на наш канал больше своих знакомых. Будем вместе с вами смотреть эту природу и путешествовать. Всех обнял, до новых выпусков, пока!